Итак, пришла посылка с нашим ноутбуком. Сколько дней прошло? Пять. Вскрываем. Пять дней ждали, в принципе, недолго. Опа-ля. Вот такая вот посылочка. Профиль и анфаса. Так-так-так-так-так-так. Как бы так аккуратненько, чтобы не повредить коробочку, потому что она такая красивая. Так, потихонечку. Все очень просто и лаконично. Как все гениальное, все просто. Сделано, конечно, все качественно и стильно. Так, а теперь как это вытащить? Вот. Язычок специальный есть для удобства. Ну, так, вес я вам скажу, сколько весит. Позже напишу. Так, средний по весу. Потрогай. Что скажешь, удобно носить? Да, легкий. Макбук про. Сейчас мы его распакуем, окончательно вытащим из пленки. Вау! Смотри, как все аккуратненько лежит. Как швейцарские часы. Да. Ты еще заказала, должны прийти к нему чехол. Да-да-да. Чехол даже два случайно заказала. Посмотрим, какой будет лучше. Такой оставлю. Так, как он открывается, вот с этой стороны он открывается. Опля. Покажи экран. Чистенький, новенький. Хотя я хотела заказать другого цвета, но почему-то у меня не было варианта выбора. Странно. А какие бывают еще цвета? Тоже он бывает и золотой, и серебряный, и... Белый. Не-не-не, ну, такой темный, да, как-то. Space Gray. Ну, да ладно. И такой пойдет. Так, и еще что мы купили, заказали отдельно. Стоило это где-то 5 долларов. Это накладную клавиатуру с русскими буквами. Такое покрытие силиконовое. Стоит около 5 долларов. Видите, русские буквы. И английские тоже. Потому что в Штатах не продаются ноутбуки, ни клавиатуры, а с русским языком. Вот так вот она выглядит. Сейчас мы ее поставим на место. Опля. Подходит. Матбук 15 Тинчий Про. Вот и все. Итак, что тут у нас имеется еще? Кабель питания. Так, это у нас что за блок? Ой, еще один блок питания. Итак, два блока питания. Надо еще будет разобраться, что к чему относится. Ну, когда я это все подключу, как говорится, война покажет. Так, а что тут еще у нас имеется? Здесь, наверное, тряпочка. Так, я угадала. Тряпочка протирать экран черная. Такая вот бархатная тряпочка. Приятная на ощупь. Документы. Вот это все, в принципе. Плюс. Две наклейки. Идем дальше. Но мне кажется, это уже все. Все. Пустой. Вот так все четко и лаконично. Итак, немножко рассмотрим блок питания. Здесь он у нас также завернут в пленочку. Все очень аккуратно сделано и качественно. Вот видите, это американский вариант. Сейчас распакуем. Посмотрим поближе. Вот так просто снимается. В принципе, пленка уже не пригодится. Такой немаленький, достаточно большой блок. Таким образом выдвигается и вставляется в розетку. Такой вот разъем. С этим носиком еще придется разобраться, для чего он нужен. Наверняка для какого-то удобства. Но я сейчас пока не знаю. С другой стороны блока питания у нас закрыта крышечкой. Крышечка нам тоже уже не пригодится. Для удобства здесь имеется держатель для шнура. Вы можете регулировать, если вдруг вам покажется, что шнур слишком длинный. И очень мне нравится продукция Apple. Может быть, сейчас это у многих ноутбуков. Я, честно говоря, не знаю. Но это очень важная функция. Сейчас я вам это продемонстрирую. Там стоит магнитик. И если вы случайно задеваете шнур, он спокойно, без всяких повреждений и без усилия выдергивается. И так же, в принципе, легко и свободно цепляется обратно. Потому что я знаю, что это беда у многих ноутбуков. И помню, у нашей знакомой она споткнулась о шнур. У нее упал ноутбук. Ну, в общем, это стандартная история. И ее компьютер разбился. Так что это очень продуманно. И, может быть, не только Apple сейчас ноутбуки идут с такой же технологией. Но это очень-очень удобно. Как я вам раньше уже говорила, мы наклеили наше силиконовое покрытие с русскими буквами. Очень хорошо держится. Дополнительная защита клавиатуры. Такая же точно у меня есть, только белая для MacBook. Мышка, кстати, в комплект не входит. Включаем. На разных языках здесь нас приветствуют. Мы выбираем английский язык. Тут несколько языков можно выбрать, в том числе и русский. Хотя покупали мы, естественно, этот ноутбук в Штатах. Есть также русский и китайский, какого только нет. United States. Так как мы живем здесь. Продолжить. Выбираем нашу сеть. Вводим пароль. Тут нас спрашивают, как вы хотите перенести информацию вашу с Mac, Windows или не переносить пока. Нужно будет подключить ноутбук к питанию. Сейчас мы это сделаем. Как вы можете видеть, загорелся красный огонек. Ноутбук стал заряжаться. Пока ноутбук думает, я смотрю, что картинка достаточно темная. Я думаю, стоит купить софтбокс. Так, делаю вывод, что слишком все тут что-то сложно переносить с другого MacBook эту информацию. Давайте вернемся и сделаем это позже. Подключаем возможность локации. Вводим свой Apple ID и пароль. У нас уже есть. Если вы еще не записаны, то нужно будет произвести регистрацию. Соглашаем все с условиями. Угри. Далее подключаемся к iCloud. Мы позволяем iCloud найти локацию ноутбука. Разрешаем. Для безопасности вашей информации, паролей и кредитных карточек нужно установить iCloud Keychain. Да, давайте сделаем это сейчас. Привяжите свой номер телефона. Так, вопросы, касающиеся диагностики. Окей. Продолжаем. Началась установка. Ура! Наконец-то. Прошло где-то минут пять. Все установлено. Можно приступать к работе. Так, вот мне интересно для сравнения, как быстро здесь загружается iMovie. Но что-то я его здесь не вижу. Где у нас iMovie? Устанавливаем iMovie через App Store. Очень странно. Я думала, он уже есть. Final Cut стоит 299 долларов. 99 центов. Все как они любят. 999. 1999. 599. Последнее время я переключилась с Freemaker. Это программа по конвертации видео. Видеоредактор в iMovie. Он, конечно, много удобнее Freemaker, потому что там очень большие глюги и слишком мало возможностей. iMovie она тоже бесплатная, но работает только на продукции Apple. До Final Cut мы пока еще не доросли. Возможно, в будущем мы и приобретем, потому что возможностей гораздо больше. Чтобы прокрутить курсор вверх-вниз, нужно делать это двумя пальцами. Таким вот образом. Так, у нас шесть обновлений, в том числе iMovie. Запустили. Ждем шесть минут. Кстати, очень хорошая тряпочка для вытирания экрана. Тут я немножко заляпала, но очень легко все стерлось. Итак, что еще хотелось бы показать, какие здесь имеются разъемы. Здесь есть USB разъем, HDMI и разъем для карт памяти. Все в одном экземпляре. С этой стороны у нас имеется также USB разъем для питания, для наушников и еще два дополнительных разъема. Так, кто знает, расскажите. Я не в курсе. Так, если мы его закроем... С этой стороны у нас все очень лаконично. Скорее его уже нужно одеть в обложку, потому что я боюсь, как бы он тут у нас не поцарапался. Все это быстро произойдет. Резиновые обрезиненные ножки, немножко выпуклые и охлаждение. Ну и напоследок хотелось бы показать футляр защитный для нашего ноутбука. Вот так он выглядит. Оделся он очень легко. Сейчас с двух сторон вам его покажу. Видите, здесь тоже ножки обрезиненные. Прорези для охлаждения. Также здесь. Матовый. Не знаю, заметно или нет. Очень приятный на ощупь. Такой подстаринный американский флаг. Если вы присмотритесь, таким вот образом он крепится и отсоединяется очень легко. Достаточно тоненький. Всем очень нравится. Заказала я его на Амазоне. Стоил он 19 долларов. И сюрпризом для меня стала также вот эта силиконовая накладка на клавиатуру. Единственный минус, что здесь только английские буквы. Поэтому мне это не очень подходит. Ну вот оно у меня осталось. И я не знаю, что с ней делать. Может быть, когда-нибудь пригодится. Но, честно говоря, не очень удобно видно буквы. Хотя очень красиво смотрится. Также по ошибке я заказала прозрачный. Вот точно такой же, только прозрачный. Сейчас покажу. Все это, конечно, made in China. Я его даже не стала распаковывать, потому что этот мне понравился. Я его менять не собираюсь, пока он не придет в негодность. Видите, здесь он абсолютно такой же, только этот прозрачный. Тоже матовый должен быть. Вот этот был за 14 долларов. Он уже без накладки шел силиконовой на клавиатуру. Сейчас уже 9 вечера, темно. Но, может быть, вы заметили, что картинка у меня достаточно светлая. Это потому что мы купили софтбокс, наконец-то. Очень хорошая вещь. Также мы ее купили на Амазоне. И стоила она около 90 долларов. Вот так выглядит софтбокс на трех ножках. Очень-очень яркий. Называется Studio Pro. В нем 5 ламп. И его вполне достаточно даже, чтобы снимать ночью. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok